Злополучным хозяином пяти районов республики 31 мая стали шквалистый ветер, град и ливень. За короткое время непрошенные гости разнесли дворы, улицы, побили имущество горожан. Ликвидация последствий стихии продолжается и сегодня. Какие работы проводятся в Черкесске, как вспоминают об этом Дне горожане, узнавала Альбина Ламкова. Выглянуло, что творилось во дворе. Это что-то было. Деревья падали, люди кричали. Вера Шевелёва живёт по улице Октябрьская, 21. И она, к сожалению, как и большая часть её соседей, стала свидетелем мощного урагана. Ливень, шквалистый ветер и град были беспощадны. Стихией повреждены машины, повалены деревья, столбы, рекламные баннеры, крыши домов. Вере Александру не тяжело вспоминать этот день. Она с трудом рассказывает, как легко ветер ломал деревья, вырывал их с корнями. А ледяные камни беспощадно били машины и жилые строения. Всё было охвачено хаосом и разрушением, говорит она. Здесь машина стояла, дерево рядом. Оно упало. Хорошо газовые трубы не повредило, только водосток. Ну, водосток вчера приезжали, сделали уже, отремонтировали. Приезжали МЧС, вырубили, которые лежали деревья, тополя эти высокие, их срубили. Пострадали люди, у кого что. Шквалистый ветер во дворе улицы Октябрьская, 21-23, повалил пять деревьев. Четыре из них топали. Тяжеловесные стволы разбили машину, гараж, повредили и другое имущество. Жильцы дома подключились к уборке территории вместе с управляющей компанией. Вооружились необходимым инвентарём – граблями, метлами и лопатами. Крыша потекла у нас после стихии. После стихии канализация возле второго подъезда. Там вырвало дерево и повредило её. И она текёт. У нас вода вся идёт в подвал. Конечно, есть проблемы, и они решаемы. Но самое главное – никто не погиб, говорит техник участка из Управления жилищного хозяйства номер один черкеска Фатима Анчокова. Пострадавшие есть, стёкла побиты и в подъездах, и у частных лиц в квартирах, балконы побиты. Но это всё мы стараемся фиксировать, чтобы передать эти все данные. И днём, и ночью была среди них. И начальники, и подчинённые – все, все работали очень дружно. Жильцы, спасибо им большое за терпение, которое они проявили. Этот день объединил всех для восстановления столицы после стихии. Фатима Анчокова отметила, что в республике много неравнодушных людей и особо поблагодарила службу МЧС. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаева, Черкесия.